Среда, здравствуйте! Приветствуем гостей нашей студии и, конечно, те, кто нас сейчас смотрит. Накануне отметили День Победы, всех с праздником. И вот вы знаете, вчера, общаясь с самыми разными людьми, очень часто приходилось слышать, что в этом году праздник какой-то особенный. Николай Евгеньевич, как считаете, почему такое ощущение у людей возникло? Во-первых, это был на самом деле праздник, во всяком случае, в нашей стране. А почему он был особенным? Потому что люди реально поняли, чего они могут лишиться. На мой взгляд, именно так. За последние два года, прошедшие с момента начала специальной операции, накал страстей в мире и противоборства между государствами достиг небывалого уровня. Мы видим, к чему может привести война. И вот это ощущение войны не где-то виртуальной, а реальной, заставляет людей консолидироваться, заставляет их думать о том, что бы могло быть. И что совершили наши предки 78 лет назад. Именно, наверное, вот это ощущение не страха, скажем так, а понимание того, что было, и возможность возобновления таких событий сегодня, заставляет людей по-другому смотреть на День Победы. Олег Алексеевич, почему такое ощущение? Не потому ли, что снова мир как будто оказался перед чертой жизни и смерти? К сожалению, не во всем поддержу Николая Евгеньевича. Не боится ничего наш народ. И украинской войны он не боится или специальной операции, потому что он этого не видел. Те, кто ветераны, которые участвовали в Великой Отечественной войне, посмотрите, какой возраст их сейчас. Если берем там 91-92 года, да, а их уже в таком возрасте мало, а еще больше возраста, еще меньше, да, это в основном те, кто воевали в 16-15 лет и так далее. Вот кто сейчас уже ветеран. Вторые войны, военные конфликты, которые были там, афганская и так далее, таких людей тоже уже осталось не такое большое количество, особенно действующих. А смотреть на войну со стороны, из окна там, это же не у нас рвется. Поэтому наши люди не сильно этого боятся. Другое дело, что идеология... Это плохо или хорошо? Это хорошо. Пока хорошо. Но идеология белорусского государства построена таким образом, что, скажем так, за 30 с лишним лет распада Советского Союза мы в умы наших молодых людей, в том числе, да, не вложили вот эту гниль и гадость, которую вложили, к сожалению, в Украине. И вот эта консолидация белорусского народа, которая присутствует практически, наверное, на всех ключевых моментах, которые у нас происходили, и мы понимаем, что такое праздник Великой Победы. Ведь Зеленский не просто так перешел на 8 мая, на европейские там какие-то ценности. Более-то он 9 мая назвал не Днем Победы, а Днем Европы. 9 мая. Да, ради бога, он может назвать его как угодно. Люди как шли там возлагать цветы, так и идут. И никто не боится. И точно так же в всех странах. Потому что это... Зеленский сейчас что пропагандирует? Да, ну вот смотрите, продолжение ваших слов. Валерий Песечев, как раз на прошлой программе вспоминали социологические опросы, которые провели на Украине. И он показал, что за 13 лет работы с мозгами в 4 раза даже больше уменьшилось число людей, для которых День Победы, 9 мая – это священный праздник. Более чем в 4 раза. То есть если так дальше пойдет, вот с такими переименованиями, это не будет просто каким-то жестом. Я свое выступление, скажем так, начал с того, что обратно тех ветеранов, которые участвовали в войне, в том числе это же украинцы, их было 330 тысяч, те, кто участвовал в освобождении. Их уже практически не осталось живых. И, к сожалению, та идеология, которая, видно, там была, она была с гнильцой. Уже тогда. Не за последние эти там 10-12 лет, а уже тогда. И все это в умы вкладывалось. У нас другая идеология, и вот сломать ее так. Символично, что на Красной площади в этот раз были, ну, кроме россиян, практически все лидеры стран СНГ. То есть это очень хороший знак. Согласитесь, фон такой, накачка такая. Ну, я думаю, что немногие ожидали, что таким составом будут присутствовать на Красной площади. Я еще хочу немножко вернуться вот к тому, что обсуждали День Победы. Дело в том, что если когда-то вдруг произойдет немыслимое и плохое, забудут, что такое День Победы, Беларусь будет последняя, на территории страна, на территории которой это возможно. А при каких условиях это возможно? Почему? Это потеря памяти. Потому что у нас есть Брестская крепость. Это вообще сердце. Сердце от памяти. Потом, даже вот когда было такое течение чуть ли не такого обычного отношения к Дню Победы, у нас строился День Музея Великой Отечественной войны. Потом уже в России появился Великолепный Музей Победы. Но мы были первыми. Даже когда вот у меня возникало такое какое-то сожаление, в моей семье всегда свято к этому празднику относились, что, знаете, там шашлык побеждает победу, когда для всех это больше выходной день, как-то так. Я вчера был на многих мероприятиях, как-то так получилось, и на нескольких застольях. Слушайте, никогда так истово не пели песни, как мне кажется, военных лет. Никогда так вот по-серьезному не относились к празднику. И вот вы говорите по поводу Красной площади. У меня было ощущение большого праздника, и это не был не просто парад, это была акция в череде боевых событий, в череде боев. Обратите внимание, с какими напряженными лицами были, без исключения, все руководители. Мы понимаем, что нет такого тотального единства. Даже в ОДКБ есть проблемы, да? И в СНГ есть проблемы. Но, тем не менее, приехали, собрались. Это главное. Там уже, знаете, Азербайджан приехал, не приехал. Президент, премьер Армении, значит, Пашинян без всяких символов там находился. Он был на Красной площади? Он был на Красной площади. Злые языки говорят, все-таки американцы его заставили. Но он приехал, это поступок, который долгоиграющий. Там аналитики могут про это много говорить. Но, тем не менее, то, что было продемонстрировано единство, а оно было продемонстрировано. Какие бы внутри ни существовали пружины, но напряженные президенты, понимающие важность, ответственность, принявшие решение. И Александр Григорьевич, который приехал, потом вернулся. Хотя он всегда говорил, что в этот день победы я всегда буду со своим народом. Да, декларировал. Но сделал это, приехал, вернулся. Геннадий Борисович, все-таки вернусь к своему вопросу. Вы говорите о том, что Беларусь станет последним государством, который откажется от 9 мая. А при каких условиях это вообще может произойти? Вот Олег Алексеевич затронул очень важную тему. Действительно, что главные носители памяти – это те, кто воевал. Они помнят. Как передавать дальше в таком случае? Это может произойти только в том случае, если наше молодое поколение, у них не будет образа будущего и образа настоящего героя нашего времени. В этом случае это может произойти. Причем молодое поколение, я вчера говорил с ребятами, они понимают, что эта победа совершена другим поколением, и им нужна своя победа. Своя победа уже стала прорисовываться в августе 2020 года для вот этого молодого поколения. Они уже воевали за независимость в августе 2020 года. И понимают, что продолжают воевать. И это уже победа. И они потихоньку вот эту победу начинают осваивать как свою, ту великую победу 1945 года. Позвольте к актуальной этой повестке перейти. Актуально, имея в виду, с точки зрения тех событий, которые наполняют каждый день информационное пространство. И, наверное, который рассказывает о том, почему День Победы сегодня актуален, и почему многие сказали про ощущения особые, которые есть сейчас. Очень показательная цитата глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Интервью Yahoo News. Вот давайте послушаем. Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. Но я хочу начать с того, что они называют терроризмом. Мы называем освобождением. И это началось не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве. Это произошло потому, что они вторглись в нашу страну еще в 2014 году. Мы убивали русских и будем убивать русских. В любой точке мира до полной победы Украины. Владимир Францович, ну вот они не оставляют шансов просто никаких. Надо уже, я думаю, нам подумать нашим ответственным структурам, государственными и Главным управлением разведки Минобороны, которое активно работает и по белорусскому направлению, признать террористической организацией. Она такой является. Понимаете, мы когда говорим ГУР, мы наводим тень на плетенье. Потому что есть легендарная советская ГУР, наша, российская, которая овеяна славой многочисленных операций, действительно боевых, где не мирных жителей там убивали, как они это делают сейчас, а защищали свою Родину. Здесь мы имеем дело с террористической организацией по поводу психического состояния Будана. Там есть разные замечания. Я думаю, что там есть проблемы. Он, по-моему, даже, кстати, этнический, чуть ли не русский. Это к вопросу о том, можно ли поменять память. Все, можно. И Брестская крепость не спасет. Если нет политической воли, все. Вот недавно выступала, я не знаю, как ее назвать, предательница своего народа, русская по национальности, в Эстонии, полицейская, там, какого-то района, и заявляла, как они будут бороться с теми, жестко будем бороться, штрафовать по максимуму, когда войдет в 9-м, а русская. А посмотрите, что на Украине. Киев же, это город-герой. Одесса, это город-герой. Памятник стоит, Родина-мать. Они сейчас собьют, значит, герб советский, советский символ, и трезубец там будет. Я хорошо помню, как в Сумской области, что такое Сумская область? Это места Ковпака, где легендарнейший партизанский командир сформировал отряд, и он там просто, ну, герой, его каждый ребенок знает. Все переформатируют, все полностью. Вычищают мозги. Что происходит? Фашизация. Фашизм, мы много говорили, немного заездили этот термин, это страшная бацилла. Нужно подчеркнуть, фашизм, это как такой допинг у недобросовестного спортсмена. Он дает вспышку, ну, вот многие говорят, как им так удалось за 8 лет людям мозг прочитать? Посмотрите, Гитлер приходит к власти, не имея большинства, менее 50% избирателей имея в 1933 году. К 1939 он полностью, тотально контролирует общество. За 6 лет им не то, что удалось восстановить кайзеровскую военную промышленность, удалось создать новую промышленность, передовую там в авиастроении, в танкостроении, 300 новых заводов при помощи западного капитала они построили. Вот что такое нацизм. Он дает вот эту разовую вспышку, такой адреналин, да, а затем это уничтожает государство. Смотрите, что произошло с немецкой государственностью после Гитлера. То же самое ждет и украинского государства. Слова Буданова и покушение на Захара Прилепина, это из одной серии? Конечно, ну, о чем тут говорить. Они организовали целую диверсионно-террористическую кампанию, которая преследует несколько целей. Во-первых, бить по лидерам общественного мнения, деморализовать российское общество, военных. Конечно же, сорвать и праздник 9 мая. Это информационный удар. Они ведь... Да, да. Они ведь что делают? Бьют в разных точках. Вот недавно была информация, в Челябинске группу задержали. То есть они хотят показать, что в любой точке Российской Федерации они смогут нанести этот удар. И что очень важно, посмотрите реакции... Ладно, эти террористы с ними ясно. Необандеровцы как Запад поддерживают. Они пишут, украинские партизаны совершили вылазку. «Люмонт» газета восхищается умением украинцев это все организовать. То есть нам много лет говорили, не бывает хорошего терроризма. Оказалось, бывает, если он в их пользу. Глава КГБ Иван Тертель накануне сообщил о попытке совершения терактов в Беларуси накануне 9 мая. Я процитирую. «Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы». То есть вот постоянная боевая готовность у нас должна быть, получается так. Общество, даже общество, консолидация какого-то внутреннего собрания. С 2020 года находимся. Я хочу сказать, что наши спецслужбы, в том числе и Комитет государственной безопасности, просто люди этого не видят. Министерство внутреннего государства, пограничный комитет, вооруженные силы, следственный комитет, генпрокуратура работают постоянно в усиленном режиме для того, чтобы народ, вот как вчерашнее мероприятие прошло, на сколько площадок было. И это же не только в Минске. Я, например, в регионе был. Там люди спокойно отдыхают. Точно так же парады, увеселительные какие-то мероприятия. И для того, чтобы вот так люди спокойно отдыхали, чувствовали себя уверенно, вот для этого и работают наши спецслужбы. И то, что сейчас делается, это там, за границей думают, мы там пройдем, захватим что-то, то мозырь, то еще что-нибудь. Не так все это просто. И пройти одному-двум, да. Ну а спящие ячейки, вот эти все сочувствующие, безусловно, они есть и будут. Они есть в Украине, которые сочувствуют России, и работает действующая агентурная сеть. Есть такие же и у нас в Белоруссии. Любая спецслужба, если у нас раньше запрещено было какие-то вещи делать, да, то сейчас руки развязаны. И они будут работать. А как думаете, в среде, скажем, гражданского населения, обычных людей, не спящих, у них вот проснулась такая повышенная бдительность для того, чтобы там посылочку не передавать? Конвертик какой-то, пакетик там из Польши, из Украины от родственников или знакомых. Это тоже важный фактор. Это обратно. Незнание законов не освобождает от ответственности. К сожалению, люди не все смотрят наше телевидение, смотрят информационные программы, то, что происходит в том же парламенте, да. Как с 2020 года изменена законодательная база по всем различным вопросам, в том числе и вот этой символики непонятной, да. Есть государственный флаг, государственный гимн и герб. Даже праздник изменен, да. Раньше два было наименования, сейчас три. И их надо уважать. И надо прививать это и детям с малого возраста. И делается это прежде всего в семье. Ни в школе, ни в институте уже. Это уже, наверное, поздно. Поэтому такие люди все равно, они не исчезнут, никуда не уйдут. И мы должны быть к этому постоянно готовы. И посылки будут передавать, и принимать, и потом говорить. Ну, знаете, не знал. Есть расслабленность. Я поддерживаю. Конечно. Расслабленность, инфантилизм, такая доверчивость. Никто ведь, по большому счету, общество наше, по-большому не понимает, что происходит чрезвычайно опасное время вокруг наших границ. Все не понимают. Кто-то думает, что... Как-то понимают, знаете, так на окраине понимают. Я не то, чтобы спорить, скажу вот о чем. Действительно, я читаю отчеты западных спецслужб еще в советское время, и пишут, что невозможно работать. Настолько люди бдительные. И мы как-то даже смеялись. Такая песенка про пуговку. Помните, как пионеры нашли пуговку возле заставы, отнесли и поймали. Это при Советском Союзе. Да, при Советском Союзе. И они реальны. Не потому, что там везде чекист сидит, НКВД. Люди были бдительные и пишут, что не можем сеть создать. Потому что, выявляя тут же соседи, говорят, а что ты он зимой помидоры понес? Значит, у него какие-то нетрудовые доходы. Сразу информацию дают. Но, с одной стороны, да, есть сомнения, насколько у нас такая обиденность. Но смотрите, что произошло после, кстати, 20-го года. У нас по-новому заработало гражданское общество. Вот мы, когда эти инфопомойки беглых смотрим, их все время раздражает. Появляется точка какая-то, типа книжный магазин. Люди наши, активисты, тут же идут, выявляют, находят. Не дай бог, где-то какая-то символика, связанная с БЧБ, тут же идет сигнал. Если какое-то упоминание коллаборациониста, вот как это с этой гени уж было, да, какая волна поднялась, это же общество само. Посмотрите, как отреагировали сначала чиновники. Не, ну мы тут разберемся. Люди потребовали и настоялись, чтобы разобрались так, как это необходимо, так как граждане вопрос поставили. Вот то, что у нас после 20-го года выросло у значительной части общества осознание своей ответственности за нашу страну. Ведь в 20-м году отстояли не только силовики, честь и хвала, безусловно. Они сыграли огромную роль. Но и простые люди. И вот этот дух, когда выходили на площадь независимости и видели своего президента 16 августа, вот этот знаменитый митинг, потом эти митинги, которые наши прошли за мир и стабильность в регионах, он живет в людях до сих пор. Белорусское общество все-таки после 20-го года, оно изменилось. Ну а по поводу бдительности, ну я думаю, все придет. Давайте к славу. Когда, проводя неоднократно учения, хочу сказать, по граничной зоне, вот с территориальными войсками, бдительность, она как была, так и осталась. Ну знаю, вас, вы так изощренно там, наверное, проводили. Давайте. Нет, народ дает информацию. Давайте вспомним. Группам спецназа очень тяжело работать. Давайте вернемся сейчас к словам, которые накануне позвучали у вечного огня в Минске. Они очень хорошо, лаконично, но емко передают то большое противостояние, в котором сейчас оказались не только а мы, но и весь мир. Давайте послушаем. Сегодня развязано глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями. Схватка развернута по всем фронтам. Идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок. Украину накачивают оружием. Соседние с нами государства откровенно торгуют русофобией и готовы бросить народ в мясорубку войны во втором эшелоне. Мы видим, как набирает обороты милитаризация Польши и Балтии. Буквально на днях стартовали крупные многонациональные учения защитники Европы. Беспрецедентные по количеству участников. Цели очевидные. Подобными действиями отдельные западные политики лишь толкают планету в пропасть. Пытаются раздуть на территории Европы пожар Третьей мировой войны. Наша армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить священные рубежи белорусского государства. Мы сделаем все, чтобы никто не смел указывать белорусам, как нам жить на своей земле. Словоемкие, четко отражающие происходящее событие. Но определенный момент я бы добавил в следующий еще. Сказано о прокси войне. Сегодня уже нет смысла говорить о прокси войне, потому что реальность другая. Идет реальная война. Даже не руками только украинцев. Посмотрите, кто сейчас воюет на Украине. Это наемники. Американцы, англичане, поляки. То есть, извините, каждой твари по паре. И по большому счету, если посмотреть их состав, это пол Европы и других государств, которые когда-то, много лет назад, воевали точно так же и шли в колонии вместе с фашистами на нашу территорию. Теперь это в новой обертке, но все это продолжается. К этой же теме я хотел бы вспомнить слова Шольца, который буквально вчера, 9 мая, выступая в Евросоюзе, добавил, не надо бояться России. А почему это сказано? Просто и ясно. Потому что посыл, позыв, который, или посыл, который пришел из Москвы, показал, что мы едины. Мы готовы решать задачи. И мы готовы отстаивать свою независимость. И здесь надо каким-то образом поднять эту планку, показать, что Европа, она тоже что-то может. Вы не бойтесь России, мы все равно победим. Ведь в этом смысл был заявление Шольца. А худо-бедно – это одна из сильнейших государств Европы, Германия. И он транслирует то, что в головах у политиков высшего уровня европейских. То есть мы должны довести до конца, мы должны добиться целей и задач, которые поставлены на Украине. И мы не должны останавливаться ни перед чем. И вот эти слова Буданова, о которых шла речь, ведь вспомните, к чему они были, так скажем, по какому поводу были сказаны. Ему задали простой, прямой вопрос. Вы причастны к налету на Москву беспилотниками? Ответа не последовало. Ну, может, с какой-то стороны, как военный, он и прав. Но с точки зрения, так скажем, дальнейшей тирады о том, что мы будем убивать русских и так далее, ну, это уже слова, я полностью согласен с Олегом Алексеевичем. Никоим образом ни политика, ни военного, а террориста. И если ты уже выступаешь на таком уровне, не надо затрагивать святые вещи для других людей. Воюешь за свою страну, и ты в этом уверен. Воюй. Одно из главных слов сейчас, что касается украинского фронта, который накаляется, накаляется, то называют, да, то контрнаступа, то ее откладывают. Но чем дальше, тем все более-более вероятно. Вот мы видим, что на днях, как сообщается, российские военные пресекли попытку высадки украинских диверсантов на семи катерах на левом берегу Днепра под Херсоном. Вчера вот Пригожин сообщал, что ВСУ рвут фланги на артемовском направлении. Вот, Олег Алексеевич, вы как человек военный, генерал-майор, вот вы расскажите, вот люди наши слышат постоянно это контрнаступ, контрнаступ, и воображают в себе всякое разное. Кто-то думает, что это будет некий глобально решающий бой. Кто-то понимает, что это будет один из этапов. Как правильно вообще к этому относиться? Или надо ли вообще серьезно относиться к разговорам о контрнаступе? Ну, недооценивать противника никогда нельзя. Всегда надо его немножко переоценивать. Я, честно говоря, не люблю говорить про специальную операцию в Украине, потому что я не участвовал в разработке плана этой операции. Я не нахожусь в стратегическом управлении обороны Российской Федерации. Я не знаю, ну, и вот это, если вы мне назовете хоть один пример в ходе Великой Отечественной войны, когда был проведен круглый стол и обсуждали какую-нибудь операцию. Капосли. Да, да, да. Хорошо, да. То есть, ну, тут все рассказывают про... Но никогда война не проходила в таких условиях, в которых проходят. Про группировки, все остальное. Понимаете, я учил к военной и заканчивал военно-учебные заведения до высшего уровня. И в моем понимании контрнаступление – это действие армии, фронта, ну, не из семи катеров с десантниками. То есть, это разведка боем, да, и так далее. Это первое. Второе. Вот только идиот может проводить контрнаступление и бросать людей, я примусь, в мясорубку, на бойню, не имея господства в воздухе. Сейчас авиация имеет такие средства поражения, да, ну, плюс, понятно, действующая агентурная сеть действует на территории Украины. То есть, любое перемещение, выдвижение, создание группировки ударной группировки, ее же нельзя создать непосредственно, там, в трех или в десяти километрах, во-первых, огневое поражение и так далее, да. Все равно будет какой-то марш, перемещение войск, создаточение, боеприпасы, пополнение. Это комплекс мероприятий. Поэтому, я понимаю, Западу надо. Они дали оружие, они дали технику, и они от них требуют. Давайте, давайте, вот мы тут просчитали на компьютере, вот, самое удачное, Херсон, там, Крым и все остальное. Что вы просчитали на компьютере? Человеческий фактор? Психологию человека? Когда он попадает под снаряды и начинают на его глазах гибнуть люди, он пойдет вперед или не пойдет вперед? Это все ерунда, вот эти компьютерные расчеты. Им главное, им плевать на украинцев. Вы должны этот контрнаступ осуществить. И вот все о нем говорят, говорят, говорят. Он будет, будет, безусловно, будет. В каком виде? Сложно сказать. Потому что у Зеленского нету никаких шансов его не проводить. Российская Федерация и вооруженные силы тоже понимают. Если вы видели те укрепления, которые созданы... Серьезно. Я не знаю, пройти военные техники там практически невозможно. Как они это будут выбирать, перебирать? Россия тоже это понимает. Но плюс Россия имеет тотальное господство в воздухе и систематически, методично выбивает систему противовоздушной обороны Украины. В том числе и ту западную, которая туда пришла. И вот эти все вбросы, там, и кинжал сбили. Ну, может, вы его и сбили, конечно, если он отказал, там, что-то не полетел ни туда, или сам пошел. Да невозможно сбить эту ракету. Ее захватить невозможно. Если нет захвата и сопровождения, ты можешь нажимать на кнопку, можешь не нажимать, твоя ракета не полетит. Все это сказки. Ракета летит километров в секунду. Хорошо. Тогда вот смотрите, Defender, когда анонсировали даже, то есть масштабное учение НАТО, говорили о том, что они будут, ну, понятно, не по классическому сценарию идти, а вот именно гибридные прокси-варианты. Причем вот военные аналитики в разных странах говорили, что готовьтесь к провокациям. Это Крым, это Приднестровье и Беларусь. Вот Russia Today на днях опубликовал, что вот готовят ВСУ, значит, там чуть ли не два направления. Это, с одной стороны, отвлечь, а второе, чтобы можно было захватить вот эти вот склады на Колбасе. В Молдаве? В Молдаве, в Приднестровье. Это крупнейшие склады там. Украинская сторона сразу поспешила сказать, что ничего подобного. Но очень неубидительно это произошло. Вот такие варианты возможны. Ну, во-первых, российская сторона это тоже просчитывает. Я думаю, Генштаб это прекрасно понимает и видит. И захватить эти склады, ну, маловероятно, по одной простой причине. Их просто, значит, ну, подорвут. То есть они будут нищие. А уже последствия этого всего... У нас тоже есть базы, склады, арсеналы на территории Белоруссии, которые в годы Великой Отечественной войны никто не взрывал и никто не захватывал. Их просто передавали. Немцы пришли, немцам отдали. Наши пришли, нашим отдали. Никто там... Вопрос серьезный. Я понимаю, что они хотят отвлечь это внимание. И они это понимают, русские все. Но я не думаю, что это будет отвлекающим маневром. Там нет линии соприкосновения. Группировка войск находится небольшая на территории Приднестровья. Это только миротворцы в основе своей. Ну, рассказ про Дефендера, о котором идет речь, он же уже не первый год проводится. Защитники Европы, так называемые, он уже не один год. И группировки огромные были. И даже были... Ну, сейчас больше, чем обычно. Но вопросы, так скажем, сюжеты, которые разыгрываются, они однозначно учитывают все, что происходит в мире. И вопросы с точки зрения отвлечения, с точки зрения превентивных действий, с точки зрения обманных действий, они всегда будут. Это нормальный подход военных. И розыгрыши эпизода, в том числе с отвлечением, может быть, на Приднестровском направлении, может быть, использована диверсионная... Калининградская самая... Калининградская опасная, да. Но вот обратите внимание, как участились диверсионные акты на территории России. Различных, мы об этом уже говорили. Так это тоже составная часть вот этого отвлечения внимания, отвлечения сил и средств для решения задач. В общем-то, мы не можем сегодня предсказать, какое же решение будет окончательное. Но накануне заявленного наступа, так, контрнаступа, это нормальное действие по деморализации противника, любыми средствами. Хоть какую-то выиграть на каком-то... Но самое главное, информационная составляющая. Ну, вы же посмотрите, как сейчас Россия бьет, да? Точно. То есть в основе куда бьют? Топливо, боеприпасы, скопление живой силы. Центр принятия решения. Центр принятия решения. Нас как ни учи, мы пока не попадем в эту ситуацию, и мы не поймем, что сотовый телефон – это вред. Понимаете? А бьют же как? Отслеживается. Радиоэлектронная разведка, она же показывает местонахождение. Если там 400 сотовых телефонов, ну, понятно, что там не пионеры ночуют, которые должны дома быть и так далее. То есть есть разные моменты. Но любое учение, в том числе и «Дефендер», любое, повторяю, учение – это возможность создать группировку войск. Законно, под видом, легендировано. А дальше, какую задачу будет выполнять эта группировка войск? Это уже второй вопрос. Мне представляется, что они главным в контрнаступе, так называемом, избрали все-таки тактику террора. И террора на максимально глубоких территориях от границы России и Украины. И желательно, скорее всего, такая мара есть у нынешнего режима украинского, чтобы одновременно в какой-то символический день, ну, а-ля 11 сентября, устроить в России что-то глобальное, чтобы не отвлечь, а просто вот это на другое, вот то, что Алексей Александрович говорил, они пока невозможны. Передвижение, концентрация, все это заметно, нет превосходства в воздухе и так далее. Поэтому вот сеть, которую они создают, и она есть, она существует, эта сеть, и вот вооружить ее максимально, и в один день бахнуть, да так, чтобы страшно было. Конечно, с использованием возможной атаки на ядерные объекты. Вот еще один эпизод интересный, Владимир Францович. Ночная атака дронов на Кремль, вот сразу начали говорить в медийном сообществе, что эта красная линия прошла по Красной площади. Кому и зачем именно сейчас это понадобилось? Как вы это считаете? Ну, там разное есть, кто это сделал мнение. Ну, то, о чем мы говорили. Это часть диверсионно-террористической кампании, которая была организована накануне этого так называемого контрнаступления. Главная цель – деморализация, унижение престижа Российской Федерации, демонстрация слабости. Смотрите, как раз, что западная пресса пишет, что и парад имени такой, и танков они не увидели. Слушайте, ну так где танки? Они должны быть на фронте танки. Направляйте, чтобы российское общество сказало, если бы они арматы в очередной раз судились. Да что они не воюют на фронте? Поэтому все было в этом плане сделано грамотно. Мы когда рассуждаем о контрнаступе, вот Олег Алексеевич сказал, говорит, не проводилась у нас конференция накануне больших консультаций. Конечно, советское общество, мы все время с Великой Отечественной сравним, но тогда в других условиях жило. Никто генерала Рокоссовского или Василевского не допытывал, и когда удалось операцию Багратиона, одну из лучших, провести абсолютно по неожиданному для немцев сценарию, они даже не знали, где удар будет наноситься. Это уникальный случай. Но на Западе у наших тогда союзников все было по-другому. Они когда готовили высадку в Нормандии, там генерала Паттона журналисты отлавливали возле гостиницы, и он там всячески ухищрялся, чтобы сказать, что нет, мы будем там на Паде-Кале высаживаться. Поэтому уже в то время журналисты так работали. Не отбирая хлеб у наших военных, скажу, что да, украинцы и западники подготовились. Они, во-первых, создали корпусные команды. У них уже не только бригады, значит, что они готовятся к серьезным наступлениям. Они создали, ну, они по-другому называются, но фронтовые командования, причем делегировали туда высших своих командиров. У них главком сухопутных войск непосредственно на поле боя командует. Вот он под Бахмутом Сырский командует фактически. Вся техника прибыла, вся. Причем, судя по всему, ее прибыло больше, чем было заявлено. И не только то, что было заявлено. Что касается Российской Федерации, то мне кажется, они знали, что раньше, чем дефендер этот начнется, не будет никакого контрнаступа. Это же не только создание группировки. Фактически, вот это вот командование этими учениями, это будет командование украинским контрнаступлением. Потому что они же не только группировку создают. Они подтягивают космическую разведку, прибыли корабли в непосредственной близости к Российской Федерации. Все разведданные. Украинцы самостоятельно, несмотря на всю накачку, опыт, который их офицеры получили, они не могут проводить с марта месяца самостоятельную операцию. Для этого создается оперативная группа офицеров НАТО. И вот под видом этих учений она создана. Что касается готовности Российской Федерации, мне приходилось, и вчера мы поздравляли с 9 мая друг друга, и на Горловском направлении, и туда, на Запорожском, наблюдать эти зубы дракона, и те укрепления. Да, они построены, но самое главное настроение людей, бойцов. Вот если накануне вот этих событий, там на Изюме, где прорыв был фронта, то, знаете, были немножко все-таки еще такие шапка-закидательства. Да что они тут нам прорвут? Сейчас это наоборот. Есть волнение, но волнение за успех вот ребят, которые там находятся. Никакого шапка-закидательства нету даже близко. И вот это очень важно, моральное состояние, возвращаясь к чему вы сказали, на что направлены эти диверсионные атаки. Сейчас напряжение, противостояние в морально-психологической сфере, оно не только не меньше, чем вот на поле боя, а играет даже большее значение. Смотрите, Вадим Францович, тогда очень любопытно, как отреагировали в первые мгновения после того, как состоялась эта атака дронов, когда о ней стало известно. Но вот украинская сторона и Зеленский подоляк сразу поспешили сказать, что не мы, но еще интереснее было то, что сказал Белый дом. Как ни крути, со всех сторон очень интересная цитата. Белый дом, Джон Кирби в данном случае. Мы не позволяем Киеву наносить удары за пределами своих государственных границ. Не позволяем. Но контрнаступление готовят на Крым. Совершенно верно. При этом Буданов сказал, что будем русские побывать везде. При этом, ну, россияне это врет. Россияне это видят, и пресс-секретарь российского президента Песков заявил, за атакой беспилотников на Крым ставят США. И Кирби, по сути, косвенно это подтверждает своей репликой. Москва оставляет за собой право на ответные меры. Как всегда, резок оказался Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он так и написал, после сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, пишет Медведев, как известно, его тоже не подписывал. Вот такие настроения. Вот такой обмен репликами. Ну, понимаете, что касается иногда обмена репликами, то здесь, не критикуя наших российских союзников, иногда надо в репликах быть, ну, как сказать, сдержание, когда идет реплика, нужны дела. И мы об этом, и в российском обществе об этом открыто говорят. Но вот они проводят диверсионные акции на территории Российской Федерации. Россия за всю специальную военную операцию не провела ни одной диверсии, ну, по крайней мере, информационного пространства на территории Украины. Да, наносились удары беспилотниками, да, наносились удары ракетами, но мы не видели пока этого. И когда, в чем критика нарастает внутри российского общества? Когда одна красная линия обозначается, не предпринимается ничего. Вторая красная линия, опять никаких результатов нет. Вот у нас, как работают службы. Есть угроза, тут же показывается, состав диверсантов, которых были захвачены. Если говорится, что будем стрелять на поражение, если будет, и стреляют по ногам и так далее. Взяли террористов, по 20-25 лет, там, по 17-18 дали. Смертную казнь ввели, и не надо сомневаться, что она будет применена тем, кто имеет умысел на совершение. И, кстати, вот мы наблюдаем, эти инфопомойки беглых какую-то панику вызвало. Вот когда говорят, смертная казнь не имеет там профилактического действия. Имеет, когда она вводится в условиях близких к военным, и когда потенциальный диверсант, которому обещают деньги, хорошую жизнь, он понимает, не будет у него ни денег, ни хорошей жизни. Он смертник. А у наших людей, даже те, которые предали, у них психология все-таки не та, не ближневосточная. Они не готовы ради райских гурей идти на то, чтобы гибнуть и жертвовать собой. Поэтому в каком-то плане, и даже я вам прямо скажу, россияне не скрывая, какие-то моменты у нас сейчас перенимают. И в плане законодательства, и в плане работы с обществом, и в плане информационного взаимодействия с силовыми структурами. Это нормально, когда союзники, мы у них смотрим. Я знаю, наши военные очень внимательно изучают опыт специальной военной операции, потому что для нас он тоже принципиально важен. И в этом контексте у нас союзное государство по обеспечению вот этой системы безопасности работает достаточно эффективно. Короткая реклама, после чего вернемся к нашему разговору. Оставайтесь на ОНТ. Мы продолжаем еще один интересный тренд, так называемая либеральная повестка в виде трансгендерного Содома и крайне избирательного распределения мирового права, кому можно все, кому ничего, начинать доставать все больше лидеров. Вот как венгерский премьер Виктор Орбан назвал это в своем выступлении. Западные либералы запускают вирус разрушения нации, а Венгрия инкубатор политических решений для консерваторов всего мира, которые борются с этим вирусом. В нашей программе мы много говорим о том, как несамостоятельные режимы в Украине, Прибалтике, Польше, Молдове, но, как оказывается, совсем несамостоятельные даже лидеры США. Это признал бывший президент Трамп и пообещал дать бой глубинному государству. Когда я вернусь в овальный кабинет, мы полностью уничтожим глубинное государство. Мы создадим комиссию по установлению истины и примирению, которая рассекретит и опубликует все документы о государственном шпионаже, цензуре и коррупции. Ну, смотрите, вот при всей эпатажности Трампа, надо ведь понимать, что в данном случае бой глубинному государству объявляет не лидер какого-нибудь страны третьего мира, а вчерашний глава Белого дома. Вот это тоже ведь сигнал? Сигнал кому, как вы считаете? Сигнал обществу и мировым лидерам в какой-то мере и в какой-то мере собственному обществу Соединенных Штатов. Начнем с того, что у них идет сейчас борьба за власть. И Трамп четко понимает, что ему обрезают все возможные варианты возвращения в Белый дом. Буквально слышали вчера, 9 мая, ему предъявили обвинение и суд признал сексуальное домогательство каких-то там 90-х годов прошлого года. Но тем не менее судом признано, что он виновен и заставляют его плачивать огромные суммы. Поймите для себя, 30 лет назад какой-то там сексуальный скандал, которого никогда никто не видел, его вытащили откуда угодно. Дальше. Трамп. Почему? Потому что Трамп пытается вернуться в Белый дом. Ему объясняют не лезь, не надо, твое время прошло, есть кому сейчас руководить. Это один момент. Второй момент. Ему уже нельзя отступать. Его не поддерживают многие собственные коллеги по партии, но его поддерживает в какой-то часть народа, в общем-то, американского, который видит, что происходит. Поэтому вот эти разборки внутрипартийные, внутригосударственные, и самое главное, что Соединенные Штаты теряют свою популярность и теряют свое величие, которое всегда было, о котором говорил Трамп, и с лозунгом, о котором он вышел, в общем-то, в президент. Сегодня он пытается опять разыграть эту карту в очередной раз. Человек, он не глупый, он имеет прекрасные ораторские способности, способен повести за собой, харизматичный человек. Да-да-да. Но я как раз о том, что Трамп, он выразитель, скажем, вот этой пирамиды, потому что до этого мы слышим, что говорит Орбан, да, и увидим, кто приехал к Орбану, там целый ряд государств. Мы видим, как Молдова до последнего, Георгийские ленты. Мы видим, что происходит сейчас с формированием ШОС, БРИКС. Это попытка сформировать новые центры силы, и опять-таки возвращаться именно к глубинному государству. Почему Трамп использовал именно этот оборот? Он мог привести какие угодно аргументы, что посмотрите, свобода слова, первая поправка и так далее. На мой взгляд, Трамп просто-напросто идет уже ва-банк накануне выборов. И людей, те, кто стоит за ним, так скажем, воодушевляет и пытается вести за собой тем, чем никто не вел до сих пор. Ведь посмотрите, ни один бывший президент, настоящий президент эту тему не поднимает. Да, но почему это появилось в повестке? Потому что реально появилось противостояние. Соединенные Штаты теряют свою, так скажем, привлекательность, свой имидж. И сегодня уже другим собственный электорат поднять невозможно. И он нашел ту тему, которая позволит это сделать. Это мое мнение. Как считается? Мне кажется, что он просто увеличивает ставку и делает необратимым некое свое... Грубо говоря, он ставит, собственно, не то что карьеру, а даже жизнь на кон. Он активно идет именно против системы закоренелой, такой организованной, хорошо работающей до недавнего времени. И он сейчас... Ну, это не то, что глубокая обида на то, как с ним ведут себя его конкуренты, а это просто уже ненависть, которая его толкает. А он человек отчаянный, просто в бой. И он надеется найти, вызвать симпатию у своего ректората именно вот такими действиями. Именно такими активными, эпатажными. Почти реализованными. Да. То есть, он на святая святых замахнулся, говоря о том, что я вестник перемен и без радикальных... Он одиночка или за его плечами стоят люди, которые, во-первых, представляют из себя серьезную силу, я не глубоко погружен в политики, американский политикум. Но мне представляется, что все же определенные силы у него, поддержки есть. Не только среди американского народа, ну, Капитолий вспомним там, да, но и среди вот этих кланов американских, конечно же, есть и кто-то на него ставит. И чем эпатажнее он себя ведет, тем больше... Он же серьезно задействован все-таки в трансконтинентальных вот этих всех процессах. То есть он не одинок, безусловно, не одинок. Он расчетливый человек, он бы не делал такие заявления, не имея поддержки. Я думаю, тут надо пояснить, что такое дип-стейт, глубинное государство. Когда закончилась холодная война, трезво мыслящие наши сограждане, оказавшиеся на Западе, такую фразу произносили. Советская пропаганда привирала про социализм и говорила правду про Запад. То есть у них создан... Об этом говорили советские-американисты, и не только советские-европейские, кстати, достаточно давно, и критики американские. Это манипулятивная демократия, псевдо-демократия. Если кому интересно, не только в США, посмотрите хотя бы одну серию британского, легендарного, в свое время, 80-90-е годы сериала «Господин премьер-министр». Там показано, как это действует. То есть политик, которого... Или почитайте, вот рекомендую, Ирвина шоу «Богач-бедняк». Знаменитый роман 69-го года, прекрасно экранизирован в Советском Союзе, там показано, как олигархи, магнаты финансовые, крупные семейства работают с политикой. Вот Байдена. Его берут, выращивают. Карьера Клинтона очень хороша в этом плане. Его растили специально как продукт, который надо, как говорят, продать избирателям. Они же говорят, политический рынок. И вот это действует. А реально управляют совершенно другие люди. Госаппарат, военно-промышленный комплекс, генералы те же, чье влияние нельзя преуменьшать в американском обществе и так далее. А вот этих политиков выпускают вперед, как, знаете, актеров на аванс-сцену. Не зря же говорят, актер – профессия зависимая. Так же они зависят от реальных режиссеров. Что сделал Трамп? В чем его феномен? Он успешный, он сам себя сделал, и он решил играть по этим правилам. Говорит, ребята, окей, я вот буду президентом, как вы учебники пишете, вот я буду выполнять. Оказалось, когда он выполняет правила, прописанные американской демократией в конституции, в законах, в поправках, то, что, говорят, не работает, его не пускают. То есть он возглавил определенный, удивительно, миллиардер, но это по-американски очень возглавил, восстание против американского эстеблишмента. И эстеблишмент стал его прессовать. Что произошло? В чем суть поддержки Трампа? Харизматичность. Вот это его восстание. Впервые, наверное, со времен Рейгана, даже у Рейгана такого не было, его избиратель невероятно ему предан. Сторонники Трампа, трамписты, это практически секта, они на него смотрят. И в республиканской партии очень многие его ненавидят. Но выборы прошлогодние показали, зависит от него. Потому что слово Трампа может определять, выберут тебя избиратели республиканские или не выберут на тех или иных выборах. Но эта партия его с радостью сдаст. Как они это делали уже неоднократно, в случае, если это глубинное государство, вынимет другого кандидата. То, что мы происходим, о чем Орбан говорил, о чем сейчас схватка решающая в Турции, важнейшие выборы. В Турции проходят выборы, которые в значительной степени повлияют и на судьбу мира. Останется Эрдоган или не останется Эрдоган президентом? Какие ставки? Как там США вовлечены? Европейские США? Что там в принципе происходит? Вот эта борьба идеологии на Западе это признак кризиса вот этой демократии, как они ее называют. И то, что американские социологи еще в 90-е годы назвали культурные войны. Два тренда. Сохранение традиционного общества и путь, они говорят, новые ценности. А в реальности этот неолиберализм это путь в никуда. Они же, борясь за права той или иной категории людей, не говорят, что дальше. Вот если Трамп четко обозначает, сделаем Америку великой снова. Вот мы должны сделать рабочие места. Что говорят неолибералы? Давайте кого-нибудь защитим. Вот их. Или вот их. Или вот Украину. Что дальше? К чему вы в мир ведете? Я продолжение хотел сказать. Вы вспомнили про Орбана, да? Ведь Орбан четко объясняет, что трансгендеры и вся эта идеология опять же путь в никуда. Это разрушение общества. Это общество без будущего. То же самое говорит Трамп. Он ни разу не продержал трансгендеров с точки зрения прямой постановки. А как только пришел его так сегодняшний глава государства, американское государство, ведь 50% аппарата это кто? Это представители меньшинств и всевозможные. То есть, даже готовы ставить ставку на этих людей, использовать их потенциал любым способом, чтобы удержаться у власти. Про меньшинство в Белом доме. Вчера пресс-секретарь Белого дома сказал, что это они, американцы, победили фашизм в Европе в 40-х годах прошлого века. И вот видите, мы невольно возвращаемся к тому, с чего начали эту программу. Вот этот краеугольный абсолютный момент, это дата 9 мая, день победы, который звучит сейчас не как нечто из прошлого. Он вполне себе насыщен смыслами современными. И вот мы вспоминали тот опрос, который прошел в Украине, который показал, что за 13 лет для многих украинцев четыре раза меньше стало украинцев, для которых это святая дата. Всего за 13 лет. И вот Институт социологии Национальной Академии провел телефонный опрос, согласно которому более 90% опрошенных белорусов сказали, что они гордятся, что живут в одной из стран, одержавших победу в Великой Отечественной войне. Олег Алексеевич, а что для нас сегодняшних, вот правильно вы сказали в начале, вот нет тех, кто прошел, нельзя говорить, когда мы стучим, говорят, мы победили фашизм. Не мы победили фашизм, да, наши предки, деды. А для нас сегодняшних в таком случае, что такое 9 мая, день победы? Память. Память того, что было тогда. И пока эта память жива, будут живы и те ветераны. Посмотрите, как идет честное. Их и так мало осталось, да? И когда ветерану проводят парад перед его окнами, он еще 100 лет проживет. Это достаточно серьезный момент. Понимаете? Еще раз говорю, вот Вадим Французский сказал хорошее, идеология и государственность. То есть есть лидер, от него идет вся идеология. По-другому идеология не рождается. Это не какое-то побочное явление, это вот это, вот то, что мы имеем сейчас. И, скажем так, у нас тоже на более 20 лет вот эта идеология, которую мы приучаем. И насколько наши люди поймут, вот разговор там о Трампе был и так далее, тут двояко можно говорить. Первое, американцам никогда нельзя верить. Никогда. Они, есть их национальные интересы, которые превышают все любые человеческие ценности и все остальное. Если Трамп сказал, что будет так, не факт, что так будет. Сейчас пошла электоральная кампания, то, о чем говорили здесь, в принципе, все, ему надо на этих выборах заработать. Тем более, есть неприятности. И он будет это делать. Второй вариант, может быть, он тоже понял уже, что гегемония Соединенных Штатов закончилась. Это обратно то, о чем вы сказали. Это и ШОС, и я хочу сказать, туда уже идут многие. Это БРИКС и так далее. Ну, а наши ценности, я вам хочу сказать, что, не знаю, я вырос на этом празднике с детства. И на сегодняшний день, я думаю, в каждой семье, посмотрите, пошив форм Великой Отечественной войны детям, да, насколько это стало актуально в нашей стране. Еще раз обратите внимание содержания памятников братских могил и захоронений. Ну, и Беларусь, так как пострадали мы в этой войне, столько концлагерей, кетто, вот этот геноцид белорусского народа, наверное, ну, одни из многих мы пострадали. Или самое сильное. Потому что туда недалеко зашли. Народ все равно это будет помнить. А чтобы он это помнил, надо, чтобы это передавалось из поколения в поколение. и, конечно, я всем желаю, чтобы мы 9 мая встречали как можно дольше под мирным небом. Саня, Олег Алексеевич, продолжу. Все, полностью присоединяюсь. Но вот глубинный, не государство, смысл глубинный, который есть в этой дате 9 мая, он состоит в следующем. Безусловная и главная ценность для каждого человека это его жизнь. А 9 мая свидетельствует, что если человек самое ценное свою жизнь отдает во имя Родины, он сознательно берет свою жизнь и рискует ею во имя Родины, за которой его дом, семья, отечество, глава отечества и так далее, то вот это символ нечего, какой-то высокой цены твоей страны, твоей земли, твоей Родины, любить Родину. 9 мая, это как пароль сейчас, чтишь 9 мая, значит, любишь Родину, значит, ты готов потенциально пожертвовать самым дорогим для себя во имя ее процветания. Вот в этом такой еще смысл. Благодарю, Николай Ильич. Приемственность поколений, наверное, вот это основа этого праздника. Мне вчера было очень приятно, я сам прошел везде по многим площадкам, встретить людей, представителей Латвии, Литвы, про россиян я уже не говорю, поляки, немцев встретил, которые сюда приехали. Не просто так, потому что им этого хотелось, они приехали посмотреть, как это есть на самом деле. что есть страны, где еще помнят про победу, где говорят правду, где по-настоящему радуются и по-настоящему празднуют этот великий праздник. Ну и, наверное, самое главное, мы когда-то много лет назад говорили о прививке правды. Вот это та прививка, которую мы возобновляем. Не только собственное сознание, но сознание будущих поколений. Если мы сумеем вот эту нить не разорвать, значит, мы выставим. И будем цельны, как государство. Знаете, защищены ли у нас память? Вот, 93-й год, я просто напомню, от чего мы отошли. 93-й год, 75 лет, так называемый БНР, и в Минск приезжает и выступает в студии белорусского телевидения Язеп Сажич, тогда руководитель БНР, почитайте его биографию. Подонок редкий, клеймания где ставить, оберполицай, один из командиров полицайских формирований. И он сидит в доме литераторов на одной сцене с тогдашним председателем Верховного Совета, с Шушкевичем, с Нилом Гилевичем и так далее, и так далее, и так далее. 93-й год. Но белорусский народ, выбрав в 94-м году Александр Лукашенко, положил этому предел. У нас такого быть не может. И президент борется самых первых дней своего нахождения у власти за сохранение вот этой исторической памяти, потому что он в это верит и так хочет народ. Память наша, преемственность поколения, будут защищены до той поры, пока мы будем за это бороться. И это постоянное борьба. Наши предки защитили нашу страну, они дали нам возможности жить, трудиться, развиваться. Наша задача и наш новый вызов сохранить память об этом подвиге и быть достойными этого подвига. Благодарю вас за участие в этой программе, за мыслями, мнениями, которыми вы поделились. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Впереди на момент большой блок новостей. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова